На смену официальным представительствам известных брендов как-то незаметно пришли серые каналы поставок самых разных автомобилей. Так в Россию попал и этот BMW X7, который еще недавно собирался на Калининградском автоторе. Только вдумайтесь, в 2021 году в России было продано больше X7, чем суммарный годовой объем продаж марок Peugeot и Citroёn. Но как с продажами, ценами и ремонтом флагманского кроссовера BMW дела обстоят сейчас. Меня зовут Илья Фролов, вы смотрите передачу «Параллельный импорт» на канале Автоплюс. И сегодня мы попробуем в этом разобраться. Основное производство флагманских кроссоверов-баварцев налажено в американской Южной Каролине. Отсюда они и разъезжаются по свету. И если в Европе модель большим спросом не пользовалась, то Россия и Китай считались приоритетными рынками. Несколько лет X7 выпускался и на Калининградском заводе Автотор. А в это время немцы вели переговоры о строительстве отдельного завода на уровне федерального правительства. В момент дебюта BMW X7 был даже крупнее тогдашних Mercedes-Agell S и Range Rover. Баварцы сразу хотели показать, что пришли в этот класс брать не спортом, а размером. Даже базовые колеса имеют диаметр 20 дюймов. Здесь они, правда, 22-е, но с рестайлингом появилась возможность заказать и 23-е. Дизайн X7 после рестайлинга может показаться странным, но он сделан в тренде наших дней. Ходовые огни подняты выше и превратились в узкие полосы. А головная оптика находится ниже, в бампере, под затемненными стеклами. Причем даже в базе это будут матричные фары. Дорогие в ремонте, но очень эффективные ночью. Противотуманок нет. Их в случае необходимости имитируют те же самые фары. В спорт разве что добавляют боковые жабры, но по современной моде здесь внутри просто пластиковые заглушки. Это декоративный элемент. Согласно американскому рейтингу потребительской удовлетворенности GD Power, BMW X7 стабильно набирает больше баллов, чем Range Rover и Mercedes GLS, в том числе по части надежности. В России владельцев X7 больше беспокоила стоимость содержания и обслуживания машины, которая в текущих условиях, конечно, только возросла. Хотя проблемы с ремонтом практически нет. Им активно занимаются и бывшие официальные дилеры BMW, и просто специализированные техцентры. Кстати, за последние лет 20 ноздри BMW, наверное, увеличились раз в 10. А еще этот необычный фирменный стиль, назовем его так, зарезервирован только за самыми престижными BMW вроде X7 или новой «семерки». Самая популярная опция, преображающая экстерьер BMW X7, конечно, пакет M-Sport. Его стоимость эквивалентна 250 тысячам рублей. В него входят более агрессивные бампера, темный хром и спортивные колесные диски. А еще, зная предпочтения в таких странах, как Россия, BMW предлагает аж два разных черных цвета кузова – сапфировый и карбоновый черный, а также лимитированные версии с эксклюзивными оттенками черного. Базовый трехлитровый дизель имеет мощность 340 лошадиных сил и локомотивные 700 ньютон-метров момента. Но на деле он еще мощнее. После рестайлинга все моторы X7 имеют новый 48-вольтовый стартер-генератор, интегрированный всемиступенчатый автомат. Он развивает 12 лошадиных сил, помогая на разгоне. Так что каждый X7 теперь еще и немножечко электромобиль. Бензиновая версия постарше уже оснащена модернизированной трехлитровой турбо-шестеркой, которая выдает 380 сил вместо прошлых 330. Крутящий момент у нее только 520 ньютонов, но время разгона до 100 км в час быстрее 6 секунд. На смену топ-версии M50i пришла M60i, но технических изменений тут не произошло. Под капотом 60-ки битурбомотор V8 объемом 4,4 литра и мощность 530 лошадиных сил. Разгоняется такой X7 до 100 км в час уже быстрее 5 секунд. Несуществующую горячую версию BMW X7M по сути заменяет брутальная Alpina XB7. У этого автомобиля двигатель от седана B7 мощностью 621 лошадиная сила, который может разогнать кроссовер до 290 км. Это самый быстрый X7. Правда, продаются эти машины даже в Германии по цене 200 тысяч евро. Ну и цены на запчасти Alpina фирменные вас тоже неприятно удивлят. По технической части X7 глубоко унифицирован с моделью X5. Здесь даже похожие подвески, подрамники, но у X7 они модернизированы в связи с большей массой. Причем пружинных версий подвески вообще нету, только пневмобаллоны с адаптивными амортизаторами. Но к этому набору клиент может добавить и опции. Это активные стабилизаторы, подруливающая задняя ось и активный сзади дифференциал M Sport. Некоторые считают, что BMW размыли свой спортивный имидж большими кроссоверами и теперь мало отличаются от конкурентов. Но смотришь сюда и сразу понимаешь, что этот интерьер сложно перепутать с какой-то другой машиной. Спортивный трехспицевой руль с кожаной обивкой, слегка развернутая к водителю передняя панель с деревом и даже хрустальными элементами, боковые двойные стекла и даже лобовое, у которого есть отдельный звукопоглощающий слой, чтобы не слышать лишний раз рев мотора, которым так раньше славились BMW. С рестайлингом BMW X7 перешла и на новую мультимедийную систему. Это большой изогнутый вокруг водителя экран, который совмещен с электронной приборкой, а также бесшовным интерфейсом, который можно настроить под себя. То есть поставить любой виджет, который вам заблагорассудится. Изюминка нового X7 – странные рычажки управления дефлекторами обдува и амбентная подсветка не только напротив переднего пассажира, но даже в панорамной крыше. Сзади можно получить запас в ногах не хуже, чем в короткобазных BMW 7 серии. И я знаю еще один плюс, как минимум. Вы можете на больший угол откинуть спинку кресла, потому что сзади никакая стенка не мешает. Так что, если вы хотите ездить с личным водителем, решайте сами, подходит эта машина по комфорту вам или нет. Во всяком случае, по сравнению с классическим седаном, все сделано немножечко по-другому, скажем так. В ногах довольно специфическая на вид пластиковая накладка с подстаканниками, уже знакомая нам опция, которой мы не пользуемся, и двухзонный климат-контроль с подогревом кресел. Причем заказать сюда можно как цельный диван для трех человек, так и два вот таких вот отдельных капитанских кресла. А третий ряд в расчете на рынок США в X7 будет всегда по умолчанию. Но даже там будет пятая зона климат-контроля с отдельным блоком управления, подогревы сидений и свой кусочек панорамной крыши, отдельный специально для задних седоков. Ну и, конечно, поскольку там часто сидят дети, там есть зарядки для гаджетов. Кстати, самая дорогая опция интерьера здесь стоит дороже 400 тысяч рублей. Это музыкальная система Bauer & Wilkins с 20 динамиками и объемным звучанием. За капитанские кресла второго ряда на этом фоне придется заплатить в 4 раза меньше. Еще 30-50 тысяч рублей попросят за панорамную крышу с подсветкой, хрустальные элементы, интерьеры и доводчики. BMW также известны доплатами за функции, которые уже установлены в машине. Например, за ассистент парковки нужно доплачивать, и подписка на него истекает через 8 лет. Задняя дверь в X7, кстати, составная. Ее можно откинуть вот таким бортом, чего не сделает ваш сосед с Land Cruiser 300. Здесь же можно заметить, что перевозка большого количества багажа и третий ряд X7 несовместимы, поэтому мы уберем эти кресла с помощью электроприводов. И вот если полноразмерной или какой-либо другой запаски здесь просто нет на борту, только ремкомплект, то я вам покажу другой скрытый сюрприз. Это выдвижной фаркоп. Актуальная вещь на американском рынке, где много кто возит за собой какие-нибудь лодки или квадроциклы. В меню машины есть даже помощник парковки автомобиля с прицепом на фаркопе. Кстати, у рестайлинговых X7 совершенно не изменился задний бампер. Интересно, владельцы этих машин вообще ездят на авторазборке? Ведь львиная доля машин на рынке все еще до рестайлинговым кузовом и калининградской сборкой. Но сколько стоят новые и поддержанные X7? Уберите впечатлительных людей от телевизора. Мы сейчас начнем говорить о ценах. X7 и калининградской сборки из самого раннего 2019 года выпуска сейчас стоят от 7 миллионов рублей. И это повидавшая жизнь машины с большими пробегами далеко за 100 тысяч километров. Представьте, сколько на этом фоне может стоить новый рестайлинговый X7. А это минимум 15 миллионов рублей за версии с базовым дизелем. И 20 с небольшим миллионов за самые мощные автомобили M60i. Или максимально укомплектованные машины с моторами попроще. На этом фоне становится понятно, почему так активно продаются китайские Li L9 аналогичного размера. Бывшие владельцы BMW X5 и X7 пересаживаются теперь именно на них. Так или иначе, уже в следующем выпуске мы расскажем о других героях неофициальных поставок. Меня зовут Илья Фролов. Это была передача «Параллельный импорт». Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе.